Привет всем! Снимаю второе видео на тему, почему в США не гуляют по улице. Я знаю, что мое первое видео вызвало довольно большой резонанс среди своей аудитории. Кстати, мы сейчас находимся в городке Викторвиль, Калифорния. Этот район называется Spring Valley Lake. Самый богатый район в городе. Дома здесь где-то стоят от 300 и выше тысяч. Так вот, как вы видите, мы сейчас объедем этот район. Ни одного человека гуляющего нет. Да, действительно сейчас жарко, но все-таки, все-таки это не причина выйти погулять в таком прекрасном, красивом районе. Ни одного человека. Мне многие не верили. Мне говорили, что я клеветую США, вру броню, хочу про эту страну наговорить, всякого, всякой плохой вещи. А как оказалось, я был абсолютно прав. И вот лишние доказательства. Я уже обсудил много причин, почему все это происходит. Ну, я много думал об этом. То есть, вот это, кстати, главная улица Spring Valley Parkway. Сейчас мы поедем налево. Здесь очень красиво. То есть, погулять, конечно, нельзя. То есть, если ты здесь покупаешь дом, ты должен в нем сидеть, как крыса внутри. Или работать. Потому что одна причина, почему в США не гуляют, это потому, что здесь считается зазорным гулять и ничего не делать. Ты должен работать. Ты должен вкалывать. Это пуританская Америка. Смотрите справа. Это гольф-клуб. В гольф-клубе тоже никого нет. Если кто-то скажет, что сейчас там полдня. Сейчас не полдня. Сейчас где-то 5 часов вечер. Вот слева. Красота. Сейчас мы подъедем, я вам озеро покажу. Я даже не выхожу здесь погулять. Я объясню, почему. Я здесь несколько раз ходил гулять. Подъезжает security, то есть охрана. И спрашивает, что я делаю здесь, куда я иду и живу ли я здесь. Причем эта охрана не знает заранее, что я здесь не живу. Я абсолютно приличного вида человек. Я не какой-то там бездомный. Не то, что это быть плохо, но просто я описываю. Вот здесь марина. То есть корабли, озеро. Вот единственный человек идет. Один и первый. Здесь же живет тысяча человек народа. Моментально подъезжает security и спрашивает, куда ты идешь и что ты здесь делаешь. Так, естественно, так происходит с любым, кто это делает. Они же не знают заранее, что я здесь не живу. То есть даже люди, которые здесь живут, они выходят погулять. И к ним подъезжает security и спрашивает, куда они идут. В своем же районе. Это одна причина. Подозрительность. Если ты в США идешь по улице, ты подозрительный тип. Это не важно, что ты выглядишь подозрительно, не выглядишь. Ты не должен ходить по улице. Нормальные люди... Здесь поехать направо. Нормальные люди в США по улице не ходят. Ты должен... Причем от этого моря... Посмотрите, какая здесь архитектура. Архитектура здесь потрясающая. Слева канал. Вот это канал. Потрясающая красота. Вот я здесь выходил. Значит, вот я здесь сижу. Я здесь сидел несколько раз. Подъезжает security и спрашивает, что я здесь делаю. И живу ли я здесь. То есть, это о чем говорит? Это говорит о том, что они моментально стучат. Если они видят, что человек идет по улице или сидит здесь. И они его, ну, я не знаю, не знают лицо. А в лицо не знать всех невозможно. Они моментально звонят и стучат. Я не знаю, как такие районы выглядят в России. Но те, кто знает, сравнивайте. Так вот, да. Это первая причина. Значит, зазорно и подозрительно. Вторая причина – это то, что люди в Америке, ну, по крайней мере, я не знаю, тех, кто там что-то имеет. Смотрите, какой красивый дом. Они как роботы здесь. То есть, в этом есть и плюс, и минус. То есть, плюс в том, что они хорошо делают свою работу, точно, как машины, как точная немецкая машина. Они делают свою работу. Но в плане общения, и причем я знаю, что они страдают от этого, сами же. Естественно, когда человек сидит внутри, как крыса, даже в хорошем доме, в хорошем районе, то психика начинает портиться. И поэтому я и сфокусировался на вопросе того, что они не гуляют, потому что, мне кажется, это затрагивает гораздо более широкий фактор проблем. И глубже этот вопрос, он глубже, чем просто поверхностно тот факт, что они не выходят на улицу. Это говорит о многом. Вот. И причем я не пытаюсь критиковать Америку. Какой-то чушь мне там приписывает. Я ее пытаюсь анализировать. Я очень люблю вещи анализировать. Вещи требуют анализа. Потому что нужно понять, почему. Не просто что. Правильно? Что это один вопрос? То есть, что происходит? Они не гуляют по улице. И этот вопрос можно было оставить самому по себе и идти дальше. Но это же было бы неинтересно. Почему? Вот я всегда думаю... Даже смотрят подозрительно. Я не знаю, в чем дело. Еще надо сказать. Этот район, он под... Вот еще один человек. То есть, опять же, на тысячи. И он идет... Так, подозрительно. Ну, в общем, вот. Это еще одно видео я снял. Почему в США не гуляют. Я надеюсь, это видео послужит дополнительным доказательством того, что они здесь не гуляют. Дополнительным объяснением. Вот. Я сейчас видео заканчиваю. Еду домой. Потому что я чистил дом и вез ведро хлорки. В багажнике. И оно разлилось. Разлилось. И мне глаза жжет. Это хлорка. И, в общем, надо ехать домой. Ждать, пока все это проветрится. Поэтому спасибо за внимание. Подписывайтесь. Не забудьте подписываться на канал. И увидимся на следующем видео.